О главных новостях дня, самых актуальных и интересных его событиях, готовы рассказать наши корреспонденты. В студии работает Наталья Болдинская. Здравствуйте. Сегодня в выпуске смотрите. 13 миллионов гривен. Криворожскую теплоцентраль заставляют вернуть долги за налоги. На данный час на розыгрызе суда перебывают еще две позывные заявки на такую самую межсуму. Успели в срок. Еще в шести учебных заведениях Кривого Рога закончили капитальный ремонт по замене окон. Это новогодний подарок и для нас, и для родителей. Дело о самоподжоге подростка. Будут расследовать как родительскую халатность. Состояние ребенка крайне тяжелое. Проводятся реанимационные мероприятия. По выводу ребенка из шока. Подробности этих и других событий прямо сейчас. Бензин подорожает. Об этом заявляют эксперты Фонда энергетических стратегий. Серьезных изменений в цене не прогнозируют, но говорят, что с начала следующего года литр бензина станет дороже на 1,3 гривны. Стоимость горючего будет зависеть исключительно от курса доллара и решений НБУ. Другие факторы, которые могут повлиять на цену бензина, это спрос и налогообложение. Около 80% топлива импортируют в Украину из других стран. Это значит, что все будет зависеть от цены горючего на границе и стабильности гривны по отношению к евро и доллару. 13 миллионов гривен. Именно такую сумму Криворожская теплоцентраль задолжала государству за налоги. После вмешательства местной прокуратуры номер 2 предприятие выплатит эти деньги. Как сообщают в ведомстве, Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил два иска Криворожской местной прокуратуры номер 2 относительно теплоцентрали о взыскании в интересах государства 13 миллионов гривен налогового долга. Установлено, что предприятие в течение марта-августа 2016 года не платило в государственный бюджет налог на добавленную стоимость, в результате чего образовался долг на сумму более 26 миллионов гривен. Прокуратура направлена в суд четыре исковых заявления о взыскании указанного долга. Также ранее стало известно, что из-за необоснованного завышения тарифов на отопление и водоснабжение жители города переплатили 55 миллионов гривен. Напомню, Криворожская теплоцентраль перешла в частную собственность. Процесс приватизации продлится два месяца. В Металлургическом райсовете отчитались за год работы. В 2016-м пять семей, которые проживают в районе, получили квартиры. Чиновникам удалось ликвидировать 37 стихийных свалок, высадить 171 дерево, облагородить 54 гектара парковых зон. Благодаря экономии средств в 2016-м в следующем году на нужды района потратят на 121 миллион 600 тысяч гривен больше. По словам главы Металлургического райсовета Геннадия Шаповалова, проведенная в этом году работа была намного эффективнее, чем в предыдущем. В целом в районе ремонтировали дороги и строили детские площадки. Также уменьшилась задолженность по коммунальным счетам. Планов на 2017-й также немало. Закончить реконструкцию малого стадиона Металлург, набережные на пруду номер 2 и реализация новых проектов. Во-первых, будет продолжен капитальный ремонт плавательного бассейна. Деньги из областного бюджета субвенция выделена. Прошла процедура по прозору. С 20 миллионов, скажем так, 5 миллионов получилась экономия у нас по этому делу. Планируется в следующем году окончание работ по амбулатории на Тбилисской. Второй очереди полностью будет. Амбулатория обшита, утеплена, приведена в порядок, сделан капремонт и в средине, закуплено оборудование и амбулатория за работу в следующем году. Успели в срок. Еще в шести учебных заведениях Кривого Рога закончили капитальный ремонт по замене окон, деньги на которые выделили благодаря Криворожскому нардепу Константину Усову. Всего на этих объектах заменили 378 оконных блока. Теперь 4 с лишним тысячи детей после новогодних праздников продолжат занятия в более теплых классах и группах. Инспектировать отремонтированные школы и детсад отправились наши корреспонденты. 79-й детский сад в Металлургическом районе посещают более 100 детей. В таком маленьком возрасте легко перемерзнуть и заболеть. Поэтому важно, чтобы в группах было тепло и комфортно. Здесь уже заменили 14 оконных блоков. И по словам педагогов, температура в комнатах повысилась на 3-4 градуса. Это новогодний подарок и для нас, и для родителей, и для детей. Думаю, что у нас будет гораздо теплее. Настоящим новогодним подарком называют новые энергосберегающие окна и в школе номер 22 Центрального городского района. Здесь заменили 111 старых блоков и две двери. Педагоги говорят, окна качественные, а работы выполнены вовремя и на совесть. Качество следили? Да, безусловно. Безусловно, тут они работают, делают, все откликаются на все замечания, все отлично, поэтому никаких замечаний по этому не было. То есть мы с вами сделали 111 окон, да? Да, и две двери. Сейчас из 267. Да. Пару дверей сделали. Да. У вас остается непомененными, думаю, процентов 15. Да. 15 процентов, да? Да, да. То есть мы значительно продвинулись вперед? Ой, безусловно, да. Более тысячи учеников в 103-й школы вернутся после новогодних каникул в теплые классы. В этом учебном заведении теперь не осталось ни одного старого окна, а в коридорах красуются качественные двери. Также в 92-й школе заменили 110 окон, 106 и две двери установили в металлургическом лицее номер 16. А ученики 8-й школы Центрального городского района теперь почувствуют преимущество занятий в новом отремонтированном спортзале. Все родители благодарны за проделанную работу. Отлично. Ну все, то есть в январе они уже... Да, в январе мы начинаем учебный процесс. Проветрим на следующей неделе и на этой неделе, чтобы ушли все запахи. И с 10-го числа начнем учебный процесс. Работы на всех шести объектах выполнялись в сжатые сроки, чтобы успеть до новогодних праздников. На очереди сдача еще пяти учебных заведений, где ремонт тоже закончится до 31 декабря. Мы проверили качество, мы задоволены тем, как все было сделано и, в принципе, хвалимы законов за дотримание терминов. Обетенка стримана, все идут святкувать. После чего в 2017-м году я сейчас могу ответственно пообещать, что мы продолжим работу по оснащению, покращению наших школ и детских садочков. За для будущего наших детей в не меньшем обществе, чем это было сделано в поточном, я считаю, в дальнем году для Кривогору. Напомню, в 2016-м криворужский нардеп Константин Усов добился выделения 17 миллионов гривен на ремонт 18 школ и садиков Кривого Рога. Все работы в учебных заведениях парламентарий пообещал окончить до Нового года. Юлия Емельянова, Александр Бондаренко, Первый городской. Поджег себя ради забавы. 11-летний мальчик, насмотревшись ютуб роликов, решил облиться бензином и поджечь себя. Еще двое несовершеннолетних должны были снять весь процесс на камеру. Как только спичка загорелась, дети испугались и кинулись тушить друга. Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Родители мальчика надеются на скорейшее его выздоровление, но тем не менее понесут уголовную ответственность. Подробности знает Вероника Лавриненко. К самоподжогу дети готовились заранее. Пошли на местный пруд и собирались прорубить лед, но не успели. Планы испортил охранник ближайшей турбазы. Я выяснил им, прогнал, они сюда зашли и пошли в сторону. А потом уже через время я увидел, что вспыхнуло что-то у них. 11-летний подросток оделся в старую одежду, с собой взял сменную. После того, как поджег себя и испугался тушить, парня кинулись его друзья, которым так и не удалось запечатлеть все происходящее на видео. Уже придя домой, мальчик намазал тело противоожоговыми средствами. И только после этого несчастного ребенка увидел дедушка, который и вызвал скорую. Был доставлен мальчик 11 лет с термическим ожогом пламени 2-3 степени общей площадью до 50%. То есть состояние ребенка крайне тяжелое, проводятся реанимационные мероприятия. По выводу ребенка из шока. Дети решили повторить поступок блогера-экстремала Саши Шапика. На программе «Битва экстрасенсов» он поджег себя и прыгнул в воду. При этом парень был в спецодежде. А на чеку рядом стояли спасатели, чтобы в случае изменения сценария не допустить трагедию. При соблюдении всех правил безопасности у парня все равно обгорели волосы. Соседи и родные подростка рассказывают, шокированы таким поступком мальчика. Ведь он отличается прилежным поведением в школе и круглый отличник. Предполагают, что его подговорил на самоподжог 15-летний друг. Психологи говорят, дабы предотвратить такие случаи, родителям нужно больше общаться с детьми, интересоваться их жизнью и давать взрослые советы, не навязывая своего мнения. Можно рассказывать истории, которые случались с кем-то, чтобы изобразить последствия, к которым могут привести те или иные действия. Кроме того, немаловажно контролировать и пересматривать интернет-страницы, которые посещает подросток. Он же планировал эти действия. Если бы была возможность ему высказать и рассказать о своей гордости, что он планирует, возможно, у родителей был бы шанс для того, чтобы оговорить. Здесь еще важно родителям не сказать, что это плохо, а сказать, какие результаты могут быть. А что будет, если вот это? Что будет, если, например, что-то пойдет не так? А что будет, если все испугаются и убегут, и ты останешься один? Родители мальчика понесут уголовную ответственность за несчастный случай. Полицейские расследуют подробности происшествия, контролируют ход следствия прокуроры. За данным фактом было внесено в видимости до единого реестра досудовых расследований следчего отдела Криворийского района, отдела полиции. За статтею 166 Криминального кодекса Украины, за ознаками криминального правопорушения, а саме за фактом невыконания батьками своих обовязков по догляду за дитиною. Родителям ребенка, который решил прославиться и чудом остался живой, теперь предстоит не только вылечить мальчика, а и понести наказание. 166-я статья предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Вероника Лавриненко, Виктор Зубченко, Дмитрий Микрюков, Первый городской. Двойное ложное. В Кривом Роге дважды доминировали один и тот же детский сад. К счастью, оба раза информация оказалась ложной. Вечером 26 декабря неизвестный мужчина сообщил о том, что в здании 203 детсада по улице Героев АТО находится взрывоопасное вещество. Он позвонил по мобильному телефону из Киева и представился родителем ребенка. Хотел уточнить, когда в дошкольном учреждении будет новогодний утренник. После сообщил, что никакого праздника не будет, так как он готов взорвать садик. На момент звонка в здании находился один ребенок и несколько сотрудников. Всех эвакуировали спасатели, а здание до утра находилось под охраной. Но уже 27 декабря в 11 утра недоброжелатель снова позвонил и сообщил о минировании. Неизвестный говорил на украинском, но с кавказским акцентом. Он сказал заведующей сада, чтобы она внимательнее следила за одним из бывших сотрудников. На месте работали патрульная полиция, спасатели, следственно-оперативная группа Долгинцевского отделения полиции, опергруппа Криворожского отдела полиции и сотрудники СБУ. Всех детей и воспитателей эвакуировали в пожарную часть номер 26, которая находится по соседству. Малышей разместили в комнате отдыха. Всего в саду находилось около 100 воспитанников. Никаких взрывоопасных предметов в детском саду не обнаружили. Тестовое вещание радио в Кривом Роге на частоте 94 фм. Началось вещание общественного радио. Об этом сообщает руководство Днепропетровского филиала национальной общественной телерадиокомпании. Говорить радио будет ежедневно. Помимо Кривого Рога вещание ведется также в Днепре на частоте 87,5 фм и в Никополе на 106 фм. Несмотря на старт реформирования структуры областных телекомпаний и создания общественного ТВ и радио в 2014 году, долгое время наша область полностью выпадала из сетки общественного вещания. Причина у первого национального радиоканала не была в распоряжении подходящих фм-частот. Энергичные танцы, песни родом из детства и теплые пожелания. В стенах координационного центра помощи участникам АТО и их семьям поздравили детей-аутистов с грядущими новогодними праздниками. Специально для них устроили настоящую зимнюю сказку. После насыщенной развлекательной шоу-программы Дед Мороз и Снегурочка раздали детям сладости, игрушки и украшения. А затем зажгли главный символ торжества – нарядную елку. Также вскоре в координационном центре проведут праздник для детей погибших, пропавших без вести и плененных защитников Украины. Открыли елку на катке ледовой арены спортивной школы номер один, зажглись огни новогоднего дерева. В костюмированной шоу-программе вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приняло участие 40 самых юных воспитанников спортивного учреждения. Несмотря на свой возраст, маленькие фигуристы и хоккеисты побеждают в городских, областных и всеукраинских соревнованиях. А потому приятно удивили собравшихся несколько сотен зрителей своим мастерством и умением. У нас сейчас занимается на отделении фигурного катания около 120 человек. На отделении хоккея шайбы 160 человек. Делали набор в этом году, поэтому чуть больше деток увидели. Сегодня у нас занимались детки, которые принимали участие в представлении. Это детки 2011 года, это еще самые маленькие, самые-самые молодые. За 4 года работы ледовой арены и отделения фигурного катания и хоккея шайбы, вы сами видите, уже есть определенные результаты. И наши дети уже участвуют в чемпионатах Украины. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. В студии работала Наталья Болдинская. Продуктивный всем среды. О самых важных событиях дня расскажем в наших информационных выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин